Математика 5 класс, автор Мерзляк. Задание 102. На плоскости проведены три прямые. Каким может оказаться наибольшее количество частей, на которые эти прямые разбили плоскость, и каким наименьшее? Давайте начнем с наименьшего количества частей, на которые могут разбить три прямые плоскость. Если мы проведем одну прямую, то она разобьет плоскость на две части. На часть, которая находится над прямой, и на часть, которая находится под прямой. Если мы проведем вторую прямую, как мы ее можем провести? Мы ее можем провести так, чтобы она пересекала первую прямую, а можем провести так, чтобы она не пересекала первую прямую. В случае, если она пересекает первую прямую, то тогда плоскость разбивается у нас на четыре части. А если мы проведем вот эту прямую вот так Так, чтобы она первую прямую не пересекала То в этом случае у нас получится, что две прямые разобьют плоскость уже на три части Ну и соответственно, если мы третью прямую проведем вот так Чтобы она пересекала первые две То получится шесть частей А если мы третью прямую проведем вот так Чтобы она не пересекала ни одной из предыдущих прямых то тогда три прямые разобьют плоскость на четыре части. Первая часть, вторая часть, третья часть и четвертая часть. И на самом деле это наименьшее количество частей, на которые могут разбить три прямые плоскость. Теперь рассмотрим, когда же, в каком случае можно добиться того, чтобы количество частей, на которые разбивается плоскость тремя прямыми, было бы наибольшее. Проведем первую прямую. Как уже мы выяснили, большее количество частей мы получим, если вторая прямая пересекает первую. Получилось четыре части. Если мы третью прямую проведем вот так, то на шесть частей делится плоскость. Если мы ее вот так проведем, тоже на шесть частей. А если мы немножко третью прямую сдвинем и проведем ее вот так, то у нас получится раз, два, три, четыре, пять, шесть и еще седьмая часть. Получилось семь частей и большего количества частей, на которые можно разбить плоскость тремя прямыми, мы сделать не можем. Запишем ответ. Итак, наибольшим количеством частей, на которые три прямые разбивают плоскость, может оказаться семь частей, а наименьшим может быть четыре части. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.